я вас всех приветствую и тема данной программы. Тачка постапокалипсиса. Для меня дело в том, что постапокалипсис является некой мерной планкой, под которую я подгоняю свое снаряжение. Что это значит? Это значит, что в этих условиях не будет ремонтных мастерских, магазинов, где можно все легко купить, заменить, отремонтировать. И поэтому все предметы, все снаряжения, они должны быть максимально, во-первых, а универсальным, ремонтно пригодным в примитивных условиях, чтобы ему можно было заменить или элементы к нему можно было заменить. И поэтому, опираясь вот на эту планку, я, естественно, смотрю на все снаряжение именно вот с этого угла. В данном случае тачка, она является хорошим помощником, потому что, опять-таки, в этих условиях нужно экономить практически на всем, кроме здоровья. Экономить время, экономить энергию, экономить ресурсы. И для того, чтобы сэкономить, скажем так, время и энергетические затраты свои собственные для постройки, например, какого-нибудь укрытия, где использовать нужно габаритные строительные материалы, такие как, например, покрышки, бочки, какие-то балки и так далее, нужен помощник. А если его нету, так в данном случае у меня нету помощника, я должен сделать нечто, что поможет мне это переносить из точки А в точку Б. Потому что рюкзак в этом случае не является такой решающей опцией. Он лишь для каких-либо мелких переносов. Вы в одной из программ про пустыню видели деталь этой тачки. Почему деталь? Потому что я сейчас работаю над конструктором. То есть это целый конструктор, трансформер, естественно, без этого, который в принципе должен закрыть целый ряд направлений. И одно из превращений этого конструктора является превращение вот в тачку. Вот вы видели в пустыне титановый элемент. Это титановая труба с технологическими отверстиями. Некоторые задавали вопрос, наверное, себе, что это, для чего она нужна и так далее. То есть это сейчас испытание. Испытание узлов, элементов и так далее. Один из элементов тачки это вот такая вот конструкция. Понятная. То есть с технологическими отверстиями по четырем сторонам. Выполнена из металла. Обычного металла. Да, конечно, можно сказать, что металл можно покрасить молотковой краской. Не вопрос. Но все равно требуется уход. Все равно он ржавеет, он тяжелый. Можно сделать из нержавейки, но она тоже тяжелая, хоть и не ржавеет. Но поэтому я сейчас хочу проэкспериментировать именно с титаном. Поэтому вот та труба в пустыне это и есть элемент этой тачки. Итак, сама тачка сейчас находится в этом рюкзаке. Конечно, кроме нее здесь еще есть разные полезности. Понятное дело, там вода, наборы разные необходимые мне. Различные устройства, приспособления и так далее. А далее колеса. Колеса. Их два на тачку. Я именно определился с этими колесами, потому что они легкие. Ну, как бы, относительно легкие, понятное дело. Они не требуют подкачки. То есть, это цельная, получается, пористая, как резина. Вот. Конечно, есть нюансы в плане подшипников. То есть, можно найти, возможно, какие-то более интересные варианты. Но, тем не менее. Итак, два колеса. Далее. Здесь есть две втулки. Втулки. Естественно, тоже пока металлические. Вот. С такими вот гайками. Соответственно, втулки по двум сторонам вставляются. Вот так. И на эти втулки насаживаются колеса. Вот закручивается гайка. Конечно, можно поставить какой-нибудь барашек такой большой. Еще раз говорю, это не до конца идеально законченная конструкция. Я ее обязательно представлю уже немного позже вам. Когда я закончу полностью этот трансформер, вы увидите, что он из себя представляет. Ну, кстати, я не зря выбрал место, кстати говоря, для вступления. Я нашел вот здесь вот такую вот трубу. Видите, пластиковая труба тоже с технологическими отверстиями. Я не знаю, для чего ее сделали, но это же практически один в один. Итак, я закрутил гайки. И здесь же, в рюкзаке есть несколько вот таких деталей. Это, к примеру, талрепы на болтах. Естественно, вот здесь барашек. И, опять же таки, есть хомуты. То есть, хомуты в данном случае, они являются основой крепления жердей. Жердей для этой тачки. Итак, надо собирать ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, основа готова. То есть, видите, да? Размещена, получается, здесь вся необходимая амуниция. Все необходимые крепления. Теперь нужно найти правильные и достаточно длинные и крепкие жерди. Ну, можно взять две. Как вам этот звук? А? Это чистая техно. Я не знаю. Какие-то космические звуки просто. Я не понимаю, что это? Но у меня сейчас другие задачи. Итак, жерди. Жерди для тачки постапокалипсис. Нужно как-то проверять на излом ветки или жерди, которые вы планируете использовать в разных целях. То есть, если она ломается где-нибудь на тонкий веток, в данном случае, что-то не очень хорошо ломается, то значит, в принципе, и на толстом стволе этого же насаждения зеленого будет точно такая же быстрая трещина и последующий излом. Ну, вот здесь я, по-моему, и остановлюсь. Вот эти жерди, только нужно выбрать две ровные. Наверное, более подходящие для меня. Вот раз. Здесь прям как-то прячется два. Пила в данном случае, она как-то предпочтительная. Она создает шум, в отличие, например, от топора, мачете. То есть, ну, тихонечко себе взял, пилюк выше. В момент того, когда вы пытаетесь пилить даже такого калибра жердь, желательно отгибать ее в противоположную сторону самого распила. Таким образом, они будут зажимать пилу и будет легко поддаваться. Так, нужна последующая обработка. Жерди, или в данном случае, они уже будут использоваться как оглобли. Они не обязательно должны быть очень длинными. То есть, достаточно в рост, или там, два метра, например, да. И, конечно, тонкие концы стоит убирать. Ну, в данном случае, вот, я оставляю, получается, на вот такой вот длины эту жердь. И, желательно, конечно, всякие сучки, чтобы на них не нырваться. Аккуратненько снять. И так, первый вариант, это с одной жердью. Для этого, если вы помните, я использовал хомут более мелкий. Вот он посередине будет стоять. Он уже стоит. И к нему будет крепиться вот так вот жердь. Главное, чтобы она не выходила за пределы колес. То есть, видите, она не должна быть выше этого уровня. А так, получается, не ниже, не выше. То есть, где-нибудь так вот, чтобы не выходила за пределы. Чтобы это была одна линия с колесами. Итак, я еще нашел, так как жердь на своем узком конце достаточно тонкая, получается. И хомут более широкий. То есть, нужна прокладка. Ну и поцеллофан в этом случае подойдет в качестве намотки и утолщения ствола жерды. Да, со временем кулечки все же растворяются в природе. Они становятся более нежные, хрубкие. Так. О, другое дело. Ну вот, казалось бы, все хорошо. Жердь перемотана к этому хомуту нормально. Но, видите, она будет ходить в разные стороны, что не есть хорошо. И вот теперь время толрепов. То есть, в данном случае, к каждому из толрепов будет привязан статический шнур, который будет расположен в единой привязке где-нибудь вот здесь. Для того, чтобы удерживать жердь с основанием самой тачки. Кстати, надо что-то еще там немножко подкрутить. Необходимо намотать наверху, где будет привязка двух шнуров, необходимо намотать из каната некий набойник, который плотно должен сидеть на стволе. И, соответственно, удерживать связку, чтобы она не сползала вниз. Веревочку. Вот, получается, самое главное, это мощно хорошо привязать к самому толрепу. С одной и с другой стороны. То есть, натяжение не обязательно сейчас выдерживать, потому что натяжение сейчас я добьюсь при помощи именно накрутки уже толрепа. Непосредственно, желательно даже где-то одновременно двумя толрепами. Вот, и добьюсь натяжения вот этой вот двух веревочкой. Так, совершенно другое дело. То есть, сейчас, видите, да? То есть, вот она фиксация в центре. И уже при помощи толрепов непосредственно к основанию. Можно что-нибудь сыграть на басу. Так, хотя бы можно привязать сюда уже рюкзак. Таким вот образом на резинку. В общем, принцип понятен, да? Получается, я сейчас практически одним пальцем, одним пальцем левой руки несу свой рюкзак. Ну, в чем же это не прелесть? Конечно, не везде удобно с такой тачкой, например, оказываться, разворачивать ее. Но, обратите внимание, насколько это быстро и удобно. И что самое интересное, возможности ее преодолевать различного рода препятствия, ну, тоже неплохие. Потому что эти колеса, они предназначены для тачи, которые используются на стройке. С переносом, как таковым, в труднодоступные места тоже особых каких-то таких проблем я не испытываю. Потому что я удерживаю сейчас за рюкзак, за его тесьму. Ну, и немного придерживаю саму жердь. И таким образом происходит перенос. Так как жердь получается слишком все равно тонкая, вот, а в данном случае хомус слишком широкий, то есть сюда нужно заполнить пространство, чтобы обжим был более правильным. Удобно придерживать палец. Для того, чтобы попадание отверткой было более точным. И рюкзак. Теперь можно закрепить немножко посерьезнее. Опять с использованием резинки. Соединяются лянки рюкзака. И он не будет сползать, потому что, видите, эти жерди, они к основанию тачки, получается, расширяются. Ну, и, соответственно, как бы сползание уже практически невозможно. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Продолжение следует... В этом случае удобно, когда на канате есть вот такой вот жесткий обмотанный конец. Им удобнее проходить в труднодоступные места. Конечно, можно подумать, что его трудно покатить. Само колесовое я имею ввиду. Да, но при этом это будет такой цирк, что нужно каждый раз контролировать его, причем двумя руками, смотреть, куда она катится и так далее. В данном случае я его уже везу. Ну вот, как бы такой вариант транспортировки объемных тяжелых грузов, конечно же, очень приемлемый. Да бьёв, ёлки-то. Что-то я не туда сехал. Я вам сейчас покажу свой любимый вариант. Вот то, что мне вообще зашло идеально, потому что там получается не только тачка, но еще одно очень полезное устройство. Сейчас покажу. Итак, представляю вашему вниманию, на мой взгляд, конечно же, идеальный симбиоз вот этой вот конструкции. Можно назвать ее тачка и фрагмента лестницы. Сейчас покажу, что же она себя представляет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас есть возможность проверить данные яблоки на пригодность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА новенький прибор компании соекс вот действительно то что получилось сделать это достойно внимания потому что в этом приборе заключено сразу несколько функций то есть проверка радиоактивного фона проверка воды проверка овощей фруктов внимание проверка магнитного поля температура в общем плюс настройки и все очень интуитивно понятно вот допустим берем яблоко дальше я выбираю в меню проверка фруктов овощей набираю набираю вернее нахожу яблоко соответственно стоит самом низу яблоко ok дальше видите мне говорит зонт ввел зонт и теперь нужно нажать на измерить и так проверка содержание нитратов в норме все очень быстро и понятно ну можно взять еще одно яблоко чисто для проверки вот и повторить этот же маневр яблоко загрузка видите зонт ввел зонт проверить буквально несколько секунд то же самое содержание нитратов в норме норма 60 здесь 30 вот так все очень просто и понятно да прошу обратить внимание что данный прибор гораздо компактнее своих предшественников вот и гораздо более функциональный естественно он также заряжается от микро юсби вот что позволяет его заряжать как от солнечных панелей от пауэрбанков там и так далее ну и я его уже попроверял с различными более профессиональными приборами то есть сверял его показания и действительно они абсолютно близки конечно может быть есть некая там разница в единицах например да но все равно это плюс-минус как бы то что нужно мне во всяком случае реально я его включил свое снаряжение поэтому вот так ну а хранить его лучше так как он не является полностью водозащитным да то есть от пыли и воды его не защищен поэтому я его храню в таком вот чехле что удобно когда повешал опять-таки на шею вот всегда есть возможность проверить вот так вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вот такая получается тачка постапокалипсиса. Я думаю, что не составляет труда вам ее повторить. Тем более, что неприятно, чтобы это была лестница. Это, как вы видели, могут быть две жерди. Вот связаны и правильно, и так далее. Экономия – это очень правильное действие, когда все ограничено. Скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова